Психическое здоровье карагнинских детей пошатнулось. Специалисты детского психоневрологического диспансера отмечают увеличение количества детей, болеющих такими заболеваниями, как аутизм, задержка психического развития и другие. О причинах душевного расстройства в нашем следующем репортаже. В нашем регионе растет количество детей с различными психическими нарушениями. Такое заявление делают специалисты областного детского психоневрологического диспансера. Аутизм, задержка психического развития – вот далеко не весь перечень душевных заболеваний, которые сегодня фиксируют детские психиатры. Назвали специалисты и возможные причины. Сегодня легко доступна негативная информация детям и подросткам. Это жестокие боевики, фильмы ужасов, криминальные хроники. Кроме того, предъявляются чрезвычайно высокие требования к развитию ребенка и его обучению. Это в совокупности с постоянными стрессами в семье, в школе, в социальной среде вызывает ответную агрессию у детей, аутоагрессию. Травмируются детские души, а далеко не безобидные компьютерные игры зомбируют сознание детей. Все это приводит к психоэмоциональным нарушениям, справиться с которыми могут лишь специалисты. А помогает им в этом специальная сенсорная комната, которую не так давно организовали в диспансере. Оборудование этой комнаты дает нам возможность изучить и выявить потребность ребенка в тех или иных ощущениях. То есть, каких ему ощущений не хватает. Или наоборот, какие-то потребности в ощущениях нужно на некоторое время исключить. У нас есть возможность еще, что приглашаем родителей на занятия. То есть, родители сами присутствуют на наших занятиях. И на наглядных примерах, используемых на занятиях, мы даем родителям рекомендации. В связи с ростом количества психических нарушений у детей, врачи и психиатры стараются проводить как можно больше исследований в детских садах и школах. Не так давно в области сформирована психиатрическая антисуицидальная служба. Главная ее обязанность – выявлять у детей и подростков склонность к самоубийству. И все же главное участие, по мнению медиков, должны принять родители с тем, чтобы вовремя оказать квалифицированную помощь. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.